Старый Новый Год и Крещение – это последние праздники, которые нуждаются в елке. Те, кто не решаются выкинуть хвойную красавицу в альфатор, часто задаются вопросом, куда же ее деть после новогодних праздников. Мы собрали пару вариантов, как продлить жизнь деревцу с пользой для экологии. Чтобы ель или сосна не стали украшением мусорного контейнера, экологи советуют покупать елки с корнями, которые впоследствии можно будет высадить где угодно, например, рядом с домом. Наши почвы не очень позволяют, но при определенном вложении и научном подходе можно создать микроклимат для ели, которая будет расти. Есть елки, есть у нас в частных домах очень много ели около дома посажено, и они растут большие. То есть можно перейти на... и многие переходят на такой альтернативный. Хвойный праздничный атрибут можно также использовать в качестве дров для камина или костра. Кроме того, можно отправиться с елкой в пункты приема деревьев. Такие тоже есть. Порядка десяти организаций в Одессе занимаются, малые предприниматели занимаются производством пилет, топливных пилет, которые используются для отопления. Учитывая, что газ дорожает, этот вид топлива получает огромную популярность. И учитывая, что сейчас сезон, они готовы принимать эти елки. При наличии специальной дробилки древесные опилки могут стать подстилкой для животных. Их можно измельчать, использовать на подсыпку в вольерах, в клетках. Можно использовать их для обогрева, скажем, тех же бездомных собак. Там тоже можно где-то и выстилать им место, где они ночуют, какие-то лёжки. В парках собаки такие делают. В прошлом году горожане могли сдать елки в зоопарк. Их там использовали в качестве подкормки для многих копытных животных. Но в этом году зоопарк принимать хвойные отказался. Мы как бы стараемся шагать в ногу со временем. И хотим приобщиться к этой очень хорошей, на наш взгляд, идее – не рубить живые деревья. И для того, чтобы не поощрять вот эти вырубки, мы решили отказаться от приёма елок. Также хвою можно использовать для приготовления ванн и целебных настоев. По словам специалистов, отвары из сосновых иголок улучшают состояние сосудов и снимают стресс. Помимо этого, из хвои деревьев можно получить хорошее удобрение для некоторых растений. А иголки способны отпугивать садовых вредителей. Нарина Щегова, Денис Рудь, Телеканал Репортер.